ну вот почистил слова лучшего друга и идем на скучную прогулку в общем долгожданная связь подписчиками с аудиторию меня устанавливается отвечаю на первый вопрос ну значит по поводу по поводу маньяка уже не первый раз слышу какие-то поползновения в шутку либо считать меня маньяком либо говорить там типа что шушукать там типа там школе это было что типа вот какой-то маньяк и так далее а вот значит здесь что нужно ответить даже смешно ну короче ребят если человек мало-мальски мыслящий мало-мальски там как-то серьезный до мыслящий или в что-то мало-мальски делающий необычно или там что-то мало-мальски неправильно если для вас это уже маньяк даже в шутку я не знаю то это то я могу только посочувствовать ну вот а вообще что касается реальных маньяков я кстати говоря изучал этот вопрос так поверхностно достаточно но всем известный фильм молчание ягнят да вот поэтому людоеда и так далее такого обаятельного который слушает значит гольбек вариации баха там рисует до такой гипер интеллектуал в общем это судя по тому в общем что я прочитал это вообще абсолютно небылица такого быть не может с настоящим они настоящий маньяки это люди очень ограниченные очень темные ограниченные примитивные вот но как-то вот так примерно то есть ганнибал лектор это не реалистичный персонаж насколько я узнал слушайте я говорю я изучал вопрос поверхностно хотя тема конечно интересные вот но потом что еще понимается под маньячизмом под маньячизмом еще понимается как но так сказать одержимость определенная да вот тут я вам скажу что это мне конечно очень даже свойственно вот а мы тут подходим как раз здесь постоянно все у нас менялась у нас у нас что делать не вишкалей я но в итоге тут возник бассейн а тут был и на кстати говоря и у меня мама очень сожалела что этот рынок снесли то что воде как рынок бухар вашей теперь бассейн учета до сельдовского п тогда дойдем хотя по размарядки я должен пойти купить бумаги для принтера вот значит одержимость да и так далее это мне очень свойственно потом перфекционизм если вы понимаете вообще что это такое перфекционизм это одержимость совершенством так скажем это вот тоже мне очень свойственно то есть если я что-то делаю я мне не нравится это делать не то чтобы тяп-ляп а мне не нравится что-то делать не идеально когда что-то не идеально меня это мне это не дает покоя я умею с этим бороться потому что что касается искусства то писательство в особенности то очень иногда даже полезно что сделать не идеально наоборот это то что нужно будет то есть такая маленький маленькая какая-то такая не идеальная черточка обязательно должна быть ну вот то что касается какой-то аббревиатуры типа а пг не могу сказать а пг либо мг то все думают вот блоги ходят да блогер начинающий но уже прошедший боевое крещение да вот так вот что касается альтернативной реальности то это тоже без но не тоже блин тоже короче альтернативная реальность это безусловно мое ну понимаете кто такой писатель касается фояжа являясь первую очередь писателя в первую очередь то есть это то что чем я начал и чем я надеюсь чему я надеюсь в итоге и прийти потому что сейчас я в общем-то имею целью вот этого блогерства и даже целью игры на скрипке я имею привлечь людей в литературе в целом ну и к за к своей книге в частности но уверяю вас что если вы мне напишите что читаете бальзака мне это фактически будет не менее приятно чем если вы напишите что вы читаете меня причем бальзака не шагриневую кожу а именно вот ну в моем видео о бальзаке если вы еще досмотрели до этого момента в общем в моем видео о бальзаке об этом сказано оно так и называется о бальзаке в общем там сказано что шагриневая кожа это вообще на мой взгляд не бальзак ну как бы так плакатно выражаясь достаточно грубо и максималистично но это реально вот бальзак это это блеск и нищета куртизанок это утраченные иллюзии это отец горе во с которого надо начинать читать вот ну и в нем в бальзаке важно что у него все произведения связаны у него был идеал вальтер скотт но вальтер скотт и насколько я понял романы не связаны я конечно я совершенно очень мало читал вальтер скотта на самом деле я прочитал по внутри романа где три с половиной вот вам жуткая шеренга локоны посмотреть но как в таком доме можно жить и как ты будешь кричать кого-то чтобы пойти погулять а вот в детстве выходил и кричал миша и вот с пятого этажа слышу 17 да еще с пластиковыми окнами ты даже глаза глаза господа бога не услышишь но и и и и и короче по-моему я половина народу который я встречаю пути они понимают что я блогер а ну вот поэтому альтернативная реальность это собственно говоря в общем-то сердце писательства это альтернативная реальность самая шум самая матерая поэтому ну тут можно еще продолжать понимаете я не то чтобы я даже создатель альтернативной реальности я бы даже больше сказал что я ее носитель мне создавать не надо просто фактически говоря я ее просто ретранслирую но это другое другая тема одна другая большая тема вот тут еще раз но я сейчас так сказать обозначу большие темы а потом уже будем по большому снимать вот я еще подхожу как исследователь то есть и во мне спит ученый причем спит очень беспокойным сном вот потому что ну ну вот так и вот эти все вопросы любой вопрос я бы хотел с ним соприкасаться как-то именно с точки зрения ученого и ученых я очень люблю и вообще я очень люблю ученые мысли ученые разговоры они меня в общем-то фактически сексуально возбуждают поэтому но вот так поэтому если меня смотрят ученые то прошу в гости и как говорится вот так в общем вот что тут тут всякие сосны если кто не знал то у сосен очень много видов вот только здесь я думаю их немало представлено но в общем часто зайду на вершину холма и и уже закончим вон там тоже эти собственно вот опять же другую породу какой-то посмотрим по нам идет навстречу поэтому еще это у нас еще все впереди но вот все таки вот это все тут делалось с умом да то есть это планировалось а планирование это часто очень даже хорошо и поэтому в общем-то дюссельдовский п это у нас в общем-то даже и ничего себе вполне себе даже так сказать вспомогающий объект ну вот глядь как в ствол очень люблю особенно когда в жару летом на ствол сос сосны ложится свет свет солнца это вот особенно вообще да вот да в завершении скажу что мой любимый лес сосновый мое место которым я бы хотел быть всю жизнь это озеро яльчик республики мариал это база отдыха которая описана в моей книге куда я ездил уже но не 20 раз помогло 20 раз на надо ну наверно в общей сложности 20 раз ну вот тут так вот видите такие цепь прудиков вот так такой длинный пруд а тут даже как вроде мне это не приснилось катался на катамаране да сейчас у меня уже видео оборвется какие какого рода блогером я бы хотел быть а всех родов и геймером я бы хотел записать прохождение игры gta san andreas и траву блогером и и всем на свете все друзья пока